всем привет дорогие друзья меня зовут юрий и сегодня я бы хотел поговорить с вами о том что же делать в первую очередь если после длительного хранения ваш инструмент не заводится дорогие друзья сегодня хотела показать вам свой личный инструмент который я пользуюсь непосредственно своей даче это вот такой маленький генератор и вот такой вот мотоблок я ими пользуюсь соответственно для своих нужд это мои личные инструменты возникают такие проблемы что когда постоит долго инструмент к примеру там месяц постоит особенно генератор я им пользуюсь вообще редко это когда отключают свет чтобы работал газ в холодное время я его соответственно и завожу мотоблоком пользуются почаще но все равно если постоит к примеру месяц может больше постоит возникает такая проблема что не сразу заводится или вообще тяжело завести очень долго дергаешь и все без толку почему решил это записать видео потому что очень много ко мне даже людей приходит на работе начинают творить невообразимые вещи вплоть до полного разбора карбюраторов начинают срывать колпачки куда-то там лезть в зажигание приносят модули это все делать не надо первые ваши действия которые должны быть это вот смотрите сюда внимательно мы откручиваем вот здесь вот под карбюратором вот видите у меня здесь стартер вот он управление карбюратором то есть заслонка и соответственно краник а вот здесь под карби под этим всем делом находится вот она у нас поплавковая камера и здесь два таких вот болта вот этот вот центральный он у нас держит непосредственно саму вот этот вот поддон поплавковой камеры а вот этот боковой который вот он сбоку он сделан специально для слива из поплавковой камеры слить бензин вот вам его надо открутить и слить него все что там соответственно стечет но предварительно закрыть краник слить это все дело потом ну соответственно поставить здесь что-то какую-нибудь посудину емкость потом в открученном состоянии когда здесь будет откручено открыть краник убедиться что нормально течет бензин и за открыть краник и соответственно это назад дело закрутить то же самое то же самое здесь вот в день и на генераторе если мы посмотрим я сейчас даже так вот подыму его если мы посмотрим вот он у меня карбюратор и здесь два вот они два болта центральный держит у меня поддон поплавковой камеры а вот этот боковой для слива вот если он у вас не заводится первым делом первым делом вот этот вот болтик откручиваем и сливаем старую старый бензин как я вам показал после этого закручиваем открываем краник подождали буквально минуту дергаем и все у вас заведется если вы поставили инструмент в рабочем состоянии то есть он у вас работал до этого вы его заглушили поставили на хранение через месяц приходите и не можете завести вот эти действия ну в 90 процентов случаев вам помог помогут и не надо срывать и колпачки никуда лезть дальше итак я показал вам на своем личном инструменте что же нужно сделать в первую очередь вот ну это уже принципе достаточно но теперь хочу для тех кому интересно показать и схематически так нарисовать в мире своих сил и что же происходит внутри карбюратора в этот момент почему не проходит бензин и почему ваш инструмент не заводит и так как я уже сказал все происходит весь этот процесс поплавковой камере я не буду рисовать весь карбюратор по ненаделами художник я нарисую схематически вот такую вот поплавковую камеру вот здесь у нас находится поплавок внутри вот поплавок крепится с одной стороны и соответственно он внутри камеры может вниз вверх опускаться здесь у нас нижний болт через который крепится сам сама камера и сливной болт который я вам показывал на своем инструменте вот далее у нас игла вот так вот крепится игла и внутри здесь бензин грубо говоря к этой игре подходит шланг к баку который идет вот примерно вот так все происходит что у нас далее у нас поплавок вот такой вот в таком положении он у нас простоял долго месяц там или сколько вы две-три недели не заводили ваш инструмент и игла игла она у нас прилипла вот здесь соответственно у нас бензин поступать не может поплавок в вот в таком положении игла закрыта и вот это все как бы загерметизировалась к тому же если вы долго не заводили инструмент а погода разная то холод то тепло здесь образуется конденсат соответственно еще какие-то мелкие вкрапления воды поэтому вот это все так сказать за 100 и бензин ваш не может пройти свежий вы откручиваете сливную пробочку как я уже показал на перед этим желательно закрыть кратчик открутили ну подставили какую-то емкость сюда открутили пробочку эту у нас бензин пошел нас просто отсюда с камера сливается и поплавок опускается вниз под своей тяжестью и иглу за собой тянет и у нас открывается вот это вот пространство через которое собственно говоря и проходит топливо оно у нас пошло через сливное отверстие и началось сливаться вы краник закрыли закрутили пробку открываете опять у нас камера наполняется и поплавок начинает работать как положено если вот этого болта нет а такое может быть надо будет открутить нижний болт и аккуратно снять весь вот этот вот поддон поплавок никуда не отвалится он там закреплен не волнуйтесь аккуратненько его снимаем выливаем всю эту гадость или там она отсюда будет прям вытекать когда вы будете все это откручивать и соответственно опять все это будет работать аккуратненько ставим на место закрутили это все время пяти минут до какой-то две минуты сделать две минуты сделать и все будет работать не надо лезть никуда дальше самостоятельно пока вы вот это не сделали как только вот это сделаете и если в этом случае уже не заводится тогда уже надо искать другую причину но прежде всего после длительного хранения вы должны сделать вот это а уже потом искать почему у нас там свечи и искры нету и колпачки вырывать и все такое прежде всего вот это подписывайтесь на мой канал всем удачи и ждем следующих видео пока